сегодня мы с вами будем готовить печенье это печенье о котором я смело могу сказать что мы нашей семье на него просто подсели скажу какое оно получается внутри смотрите но просто просто тает во рту для нашего печенья потребуется сливочное масло масло у меня комнатной температуры туда высыпаем муку порубим масло вместе с мукой и теперь очень быстро замесим рукой до мелкой воздушной такой легкой крошки вот такая мелкая крошка у нас должна получиться пиво берем любое светлое какое у вас есть она у меня холодная и нам нужно где-то миллилитров 100 и теперь к этой смеси будем добавлять я чуть-чуть оставлю и теперь замешиваю тесто уже с пивом делаем это все очень быстро долго месить это тесто не следует так соединили все тесто с пивом убираем в пакет и кладем на полчаса в холодильник этим шагом не пренебрегайте тесто должно обязательно положить полежать в холодильнике выйдет две примерно противень и течение поэтому мы сейчас разделим тесто на две части вторую часть снова уберем пока в холодильнике пока лежала в холодильнике стало немного немного поплотнее покрепче и в это же время оно такое стало как бы немножко расслаиваться этого действия пива теперь нам нужно раскатать вот этот комочек пласт толщиной где-то около четырех миллиметров нарезаем печеньки подготовили печенье теперь возьмем несколько столовых ложек сахара этот сахар мы будем обмакивать наше печенье берем печенюшку слегка прижимаем ее сахар и выкладываем на противень кладем небольшом расстоянии друг от друга я уже разогрела духовку духовку я разогревает до двухсот двадцати градусов и теперь отправляем уже печенье в духовку на 20-25 минут выпекаем их до красивого золотистого цвета у меня прошло 20 минут мои печенье готовы и так они выглядят готовить мы сегодня будем хворост хрустящий тонкий хворост по старому рецепту разбила яйцо всыпала сахар влила воду влила водку и венчиком немножко размешаем чтобы наш сахар сварится растворился и теперь понемногу добавляем муку и замешиваем тесто я вот так замесила тесто тесто получается достаточно крутое присыпаем слегка мукой стол и тонко-тонко раскатываем наш пласт тонко раскатала тесто я вам сейчас покажу буквально почти такого до бумажного состояния где-то около миллиметра может быть чуть даже меньше толщиной и теперь мы нарезаем наше тесто на полоски режем где-то на полоски толщиной около двух двух с половиной сантиметров нарезали в длину и теперь будем резать их поперек поперек будем резать где-то около 7 сантиметров в длину и немножко наискосок чтобы у нас получались бы ромбики и теперь будем делать наш хворост и если вырезали прямоугольными то вы режете посередине прорез делаете прямо я буду делать слегка от угла к углу вот таким углом до чтобы наш ромбик если вам хорошо видно поближе вот от одного угла к другому углу до конца не прорезаем берем и проворачиваем то есть продеваем нашу петельку наш хворост и вот такой вот он получается пока масло разогревается подготовили сразу тарелку куда мы будем выкладывать наши наш город здесь застелили салфеткой полотенцем бумажным я беру площадь побольше кастрюли поэтому я могу положить побольше штучек сразу если у вас кастрюлька небольшая кладите так чтобы вам было бы удобно потом их выбрать видите как они сразу всплывают и увеличиваются размере буквально несколько секунд с одной стороны несколько секунд другой поворачиваем и наш хворост будет готов жарим хворост до красивого такого золотистого цвета и выбираем на салфетку надо делать довольно таки быстро чтобы порт наш не пережарился вот такая гора хвороста у нас сегодня получилось обильно посыпаем его сахарной пудрой и все можно подавать к столу хворост получается очень воздушный за счет водки он хрустящий рецепт сырного печенья пойдем готовить покажу как я делаю для нашего сырного печенья нам сегодня потребуется мука натертый сыр сливочное масло у меня она холодная немного молотой паприки яйцо для смазывания пересыпаем муку для того чтобы меньше масло прилипало к терке я смачиваю смачиваю масло в муке обмакиваю и натираю и так натираем все масло натерли масло добавляем паприку и теперь высыпаем наш натертый сыр чем мельче он у вас будет натерт тем лучше и быстро замешиваем наше тесто замешивается она достаточно легко получилось нормально достаточно мягкая и не рассыпается и отравляем в холодильник где-то на час теперь мы будем его формировать я буду делать вот такие колбаски можно сказать где-то толщиной с ваш пальчик по сантиметров 6 вот такой длины колбаски они продавались обычно вот такой произвольной форме я вот так сделала чинушечки и теперь берем желток от яичка и аккуратненько не сильно заливая их смазываем сверху наши печенюшки яичным желтком и в это время у нас уже духовка разогревается до 180 градусов выпекать мы будем до светло-золотистого цвета и ставим в разогретую духовку у меня печенье запекались 20 минут вот до такого золотистого цвета сильнее их не нужно зажаривать ну вот такие печенье у нас получились сейчас я вам хочу показать как они выглядят внутри буквально очень нежные рассыпчатые слегка солененькие так что готовьте рекомендую